Всем привет! Это новости Турции. Сегодня вам расскажу, что у нас здесь новенького произошло в течение недели. В частности, в Стамбуле и не только во всей Турции. Давайте приступим. Как вы могли видеть в новостях, это обсуждалось также на российском телевидении. Очень большой ураган был в Стамбуле. Это затянулось практически на всю Турцию. Зашел этот ураган, но в Стамбуле больше всего были потери и урон. Этот ураган называется Лодос. На самом деле это явление бывает фактически каждую осень. Это где-то конец сентября-начало октября. Приходит к нам очень штормовой и сильный ветер. Если это мы рассматриваем конец сентября-начало октября, очень теплая погода. Ветер этот приносит такое атмосферное давление, очень жарко становится. Типа там 20 градусов в Стамбуле, когда в сентябре у нас такой погоды, уже как бы нет в конце сентября. Это такой ветер, буря из пустыни. И с собой это приносит песок. Это очень грязный, неприятный ветер. Очень часто защищение пыли на зубах это скрипит. Очень сильные порывы ветра. Он даже может достигать 130 метров в секунду. Несмотря на то, что тепло и солнышко, очень сильно с ног сдувает ветер. Ветер очень грязный. Очень удивительно и странно. В ноябре я такого еще не замечала. У нас было плюс 21 градус на днях. Был вот этот шквалистый сильный ветер. Ну, мы думали, ну, как всегда, как бы ничего такого экстраординарного не будет. Да, сильный ветер, но не катастрофа. Но оказалось, у нас была катастрофа. Погибло 4 человека в Стамбуле. Ветер... Там разные порывы были. Его до 130 метров в секунду. Чтобы вы понимали, можно было фактически улететь с ровного места. Людям запретили выходить из дома. Это было объявление там по телевизору и везде. Нужно было... Желательно, рекомендовано нам было оставаться дома. Это опасность. Что началось? Этот порывистый ветер ломал деревья, переворачивал прям, там, например, остановку, срывал с крыш покрытие дома. У некоторых отрывались окна. Такие старые какие-то постройки, ненадежные постройки или что-то, что под снос был. Это все вообще разлеталось в щепки. Упала часовая башня под Стамбулом. В Чаталджа вроде бы. Чаталджа — это где-то 25 минут от меня ехать. Это уже за городом считается. И вот этот ветер больше всего в нашей стороне был, где я живу. Там, с балконов, естественно, улетала вся мебель, которая там у кого-то стояла, у кого балконы были не застеклены. Естественно, это все летало вверху и падало на людей. Это было опасно для жизни. Есть такие случаи, когда обрывалась, снимала, как бы так, срывала обшивку с домов. Прям кирпичи или там бетонные какие-то, знаете, утеплители. Я бы, знаете, как это назвала? Такая-то плитка. Это не прям бетон, она монолитный такой. У меня дома тоже так обшит. Это плитка. По полсантиметра где-то там плита идет толщиной. И за ней идет уже утеплитель сантиметра 4-5 где-то. И вот это прям кусками все вырывалось. Ну, поэтому до этого раньше были дожди, что-то подразмок. Знаете, не успела еще дождь просохнуть, и пришел вот этот ветер, который все это размокшее на домах, где плохо что держало, все поотлетало. Ну, не прям людей уносило. Переворачивались груженые камьоны КамАЗы, машины на баках заваливала. Если мы по видео очень популярным в интернете стало, когда ехали два мотоциклиста по мосту Босфору, и автобусы огромные, обычные такие наши, которые по городу ездят, но большие, они ехали параллельно, медленно прикрывая от ветра вот этих людей, потому что мужчин бы на мотоциклах с моста в Босфору бы точно сдуло. Вот такая сила, мотоцикл сдует, это просто жесть. Тем более там Босфор, там больше еще ветра было, это, конечно, жесть. Естественно, были отменены всякие полеты, поробные переправы, в принципе, не было речного там никакого сообщения, все это не работало. И погибло реально четыре человека, которым на голову что-то прилетело, их в итоге четыре смерти реально есть. Дождя при этом, слава богу, еще не было. Помните, я вам рассказывала, что у нас практически сель был в Стамбуле год назад. Ну, в общем, осень, конец сентября, октябрь, это всегда какое-то время природного катаклизма в Стамбуле, в частности. Вот у нас были землетрясения три года назад сильные, помните, пять с лишним баллов, очень трясло. В прошлом году у нас смывала сель был, прям именно поток дождя огромный. Помните, в Стамбуле, когда люди тоже есть, которые погибли, их затопило в тоннеле дорожном, они не смогли из машин вылезти. И вот, пожалуйста, вот этот лодос, ветер страшный. Он, кстати, отголоски и до Крыма дошли, до вот этой Черноморского побережья, до Анталии тоже додуло. Там послабее они так, но здесь просто сносило. Лично у меня во дворе вырвало три дерева с корнем, липовых дерева. То есть это старые, там лет 10 этим деревьям точно есть, даже больше. Лавровый лист у нас растет, он кустарник. О них вообще все повырывало, мусорки железные все поразбрасывало, просто по территорию бахче. Завалило будку охранников. У нас такая, она как бы пластмассовая, но она же какой-то вес все равно, ну килограмм там под 100-то она есть. Такая будочка, в общем, если что, охранник. Она такая запасная, а не рабочая, охранника в ней в тот момент не было. Ну такой пост охрана еще возле одной двери, но ей не пользуются. Там никого внутри не было. И завалило вообще в легкую. И получилось так, что в такой момент я вышла с собакой гулять. Собака держалась за мою ногу в прямом смысле. Собаку 4 килограмма сносила с ног. Он подлетал. Он мне с тех пор теперь боится ветром. Мы выходим, чуть ветром дует, он уже за меня начинает прятаться. Я в жизни с таким ветром не встречалась, честно. Я вот именно таких вот, я вообще не знала. Я это видела, ураган такой там в телевизоре где-то, в кино может быть. Но в жизни это очень страшно. Это реально ничуть не слабее, не менее страшно, чем какой-то потоп, сель там или еще что-то подобное. Это тоже страшное такое природное явление. Ветер ветерком вроде бы казалось, плюс 21 градус даже был, но... И что я хочу отметить, что у нас на следующий день уже понесился градус, потому что это лотос этот ушел. Вернулся холод, дождь, но у нас вернулся опять ветер. У нас опять сегодня буквально повышенная опасность. Вот на следующий день после вот этого шторма были закрыты школы, все учебные заведения. Один день все дети оставались дома, потому что если бы это повторилось, это было непредсказуемо особо, то детей там машины, даже вот машины если переворачиваю, как бы детей домой там отвозили со школы, или как ты их будешь собирать, это было травмоопасно. И вообще всем рекомендовали просто идти дома, не выходить, чтобы на голову ничего не прилетело. У меня во дворе отврывало куски бетона. Знаете, например, у меня на кухне из окна есть такой порог, как бы правильно это назвать, не порог, ну выступ такой, да, я вот, например, на нем птичек кормлю, кладу туда оставшийся старый какой-нибудь хлеб, а птички прилетают, чайки прилетают, это забирают. И вот у некоторых, у кого-то это плохо держалось, или вот до этого от дождя бетон размок, и его нафиг посрывало. У меня во дворе лежали вот такие куски вот этих бетонов, порогов всяких, от балконов. Теперь к новостям дальше Турции. Ну, доллар сейчас стоит, внимание, 13,8 и 1 турецкой лиры, то есть он стал еще выше. Сейчас примерно 5,5 рублей стоит одна турецкая лиры, девочки и мальчики, чтобы вы понимали. Два месяца назад она стоила 10 рублей, в два раза фактически. Естественно, цены уже намного все подняли, и сразу цены поднимаются у нас на 40%. Официально президент заявил о том, что это все спланированная экономика, это не коллапс никакой, мы все делаем, чтобы не зависеть от процентной ставки, не тгнут эту линию. Ну, подождите 6 месяцев, потерпите, вы увидите результат, да, то есть продукты нашего производства в цене не поднимется, все иностранное станет дороже из-за доллара. Типа мы это все специально сделали, но пока люди подутихли, знаете, потому что Новый год, все везде украшается у нас, начинают продавать игрушки, вся история. Люди устали от короны, от праздника хочется, знаете, как у нас, все же заколебались, честно говоря. По подъему цен убрали многие товары питания с полок, которые были иностранные. Например, у нас очень много товаров из Польши есть. Ну, сладости, там, Милка, например, у нас польская продается, которая европейская, вот в России тоже такой Милки, нет какие-то там финдиперстовые конфетки, шоколадки, а в Микросах там, например, продается или в Карфуре Гурме, или в Метромаркете. Короче, этого стало меньше. Затем, или это вообще убрали. Все, что свое производство пока стоит, ну, то, что немножко цену поднимает, все иностранное дорожает. Бытовая техника, естественно, сразу на 2-3 тысячи лир вверх. Ну, по сути, на саму вот эту разницу, которая курс упал, на то и поднялись. Соответственно, не то, что как-то кто-то обнаглел и чересчур много что-то накручивает. По факту, я бы даже сказала, это даже не 40%, на 20-30% какая-то бытовая техника поднялась. В чем прикол? К нам поперли сюда поляки, в Стамбул. У нас Польша очень близко, это самое близкое государство к Турции, по сути, из европейских. Скупают квартиры, продукты, товары всякие. Просто у меня муж с этим связан с оптовыми продажами внутри Турции, турецкими товарами. И он говорит, ну, в сфере, где это работает. Галя говорит, одни клиенты поляки едут, которые закупают товар, оптовые покупки, там, ну, для дома, например, что-то. У него в магазин у человека. Он поехал в Турцию за товаром, закупается, привозит. То есть они, говорит, покупают больше даже, чем могут продать, потому что потом сейчас это в цене поднимется. То есть предприниматели из европейских стран подгадали время, приехали. Знаете, как в России, когда в 2014 году курс у нас так скаканул с 30 до 70 за санкции присоединения, да, аннексия, то, пожалуйста, у нас поехали вот в Новосибирске, в нашей части, в Сибирь, к нам, до Москвы они, конечно, не доехали, к нам поехали казахи, потому что у них экономически стабильно было. Они скупали в Новосибирске недвижимость, квартиры, также товары, даже тоже косметику, продукты питания и так далее. Что еще хочу отметить по поводу доллара? В общем, пока что молчат никто, на протесты никуда не уходят, ждут, ожидают. Я не скажу, что все прям, типа, верят, через полгода что-то изменится в лучшую сторону, обещают нам результаты, типа, мы их получим. Сомневаются все, никто уже ни во что не верит. Это вот, я же всегда в новостях рассказываю, о чем думают люди, вот они думают так. Никто уже ни во что не верит, но посмотрим. Потому что до официальных выборов правительство еще целых, там, полтора года, в 23-м году они будут. Так что есть, как бы, время, что еще менять. В общем, ситуация такая. Вера тому, что сейчас происходит, и партия, конечно, людей подорвано, снизилась, что тут говорить. Брендовые магазины, а магазин одежды тоже подняли цены, естественно, все уже, как бы, кто хотел что-то побыстрее купить, все уже поднимается. Ну, иностранное производство, либо иностранное какое-то, где было за сырье иностранное задействовано на все, что покупалось, скажем так, за доллар или за какую-то валюту, или за евро. По поводу стати... Турция попала в статистику Bloomberg, вроде бы, делала, да, иностранное агентство информационное. На шестое место список стран в мире, которые устойчивы к коронавирусу, да, то есть у нас нет вспышки, новой волны, у нас, как бы, ситуация, статистика высокая, но она под контролем, не экстра как-то растет еще и так далее. Сейчас, на данный момент по статистике, в Турции вакцинировано 81% населения. Это те показатели. Конечно, еще больше 90-100% было лучше, но 80% это та цифра, которой изначально стремились с лета, рассчитывали, у этой цифры достигли. Я бы сказала, что здесь очень хорошо идет пропаганда вакцины, да, что надо вакцинироваться. Почему? Потому что турки очень слушают, прислушиваются к врачам, естественно, тоже к телевизору, и люди прислушиваются к мнению врачей, врач вообще святой, или если по телеку что-то сказали, врач какой-то по телевизору что-то сказал, надо прислушиваться к этому совету и так далее. То есть здесь альтернатива есть, пожалуйста, если хочешь, блин, все 10 штук тебе на выбор, все, что есть, пожалуйста, в стране представлено, иди вакцинируйся. Бесплатно, по записи сейчас, да, чтобы не было толкучек и люди между собой там по записи. Но не везде, где-то есть свободные пункты, где-то в больницу, например, нам по записи, потому что они открывают блок вакцины на 6 человек, из холодильника достают, и им надо набрать 6 человек, которые будут вакцинироваться. В некоторых госпиталях, если нет, сейчас 6 человек, очереди, да, они там берут номер телефона, говорят, ну мы позвоним, подойдете, типа сидите недалеко, живете, вакцинируемся. Вот у нас такая ситуация была. Что еще по поводу этой всей истории? Да, смертность высокая, буквально на днях у нас день в Турции умирает, во всей стране 196 человек было под 200. Это очень много, потому что мы еще в мае сидели на карантине, когда было 100-120 типа. Сейчас, естественно, из-за экономической ситуации всего никаких карантинов, локдаунов об этом даже не думается. Я бы говорила, что уже официально заявили, что не будет никакого локдауна. Ну, экономика просто не выдержит, накроется медным тазом, и люди точно выйдут на протест, это никому здесь не надо. Но здесь есть альтернатива, видите, вакцинирование, выбор есть у людей. Да, они не доверяют также политикам, но и здесь вакцину толкают не политические люди совсем, а они заход сделали с врачей, с доверия к врачам, а вот доверие, вера врачей здесь очень высокое, здесь люди идут, делают то, что говорят врачи. Сейчас вопрос экономики всех волнует, Новый год грядущий. Турки, как знаете, Новый год по религиозным сопряжениям не отмечают, но как элемент продаж, тусовка, праздник, повод попраздновать, тем более мы так долго были, два года в какой-то, простите, жопе. Очень много витрин украшено в Стамбуле, очень много всяких праздничных именно нарядов, с блесками, с пайетками, яркими, прям максимально вырви глаз в этом году. Люди хотят праздника и людям это предоставляется. Это просто маркетинг, конечно, продажи, но вот такая история. Я буду держать вас в курсе новостей Турции. Всем желаю здоровья, не болейте, чтобы вы не сталкивались с природными катаклизмами. Все у нас будет хорошо и всем желаю удачи. Спасибо за ваше внимание, поставьте лайк этому видео, обязательно напишите комментарий, это очень поможет моему каналу. Спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok